Приветствую вас и ответ на вопрос, который вы задаёте, прямо вытекает из того, чего вы хотели бы для себя. Итак, набор кадров это довольно узкая специальность, если я правильно понял, это довольно узкая специализация, которая подразумевает строгий набор инструментов по её осуществлению, тогда как психолог это куда более широкая профессия, как правильно сказал мой коллега, и вы можете использовать психологическое обследование и психологические навыки во многих сферах, не только, опять же, как вам правильно сказал мой коллега, не только в сфере подбора кадров. То есть, вот этот момент, его нужно учитывать обязательно, если вы выбираете профессию, то есть, чего вы хотите, понимаете, хотите ли вы, например, работать с людьми, допустим, если вам именно хочется работать с людьми, хочется понимать людей, да, и так далее. Это одно. Если вам нужно, именно вот подбирать кадры, то есть, ну, более узко профильная работа, то это другое. И все зависит от того, чего вам бы хотелось, не нам, да, не кому-то еще, а вам. Вот вы чувствуете, или летит у вас, например, душа к тому, чтобы, допустим, работать с людьми? Летит у вас душа к тому, чтобы понимать людей? Понимаете, психология – это очень большая наука, в ней много разных направлений, школ и так далее. И все это вам может показаться лишним, с этого вам может показаться ненужным, если вы хотите именно заниматься подбором кадров, понимаете? А может быть такая ситуация, что подбор кадров для вас – это будет слишком тесно. Такое тоже может быть, согласитесь. И поэтому я и предлагаю вам принять решение, именно исходя из того, чего вы хотите. К чему у вас, ну, больше лежит душа все-таки. Это вот оно куда более продуктивно будет, чем просто выбирать, что лучше. Например, хотите вы лучше понимать людей, лучше понимать мотивы людей, да, лучше разбираться в людях, лучше собрать психологию. Хочете вы именно заниматься подбором кадров где-то, да, то есть, ну, именно вот, просто кадры подбираться и все, как бы, тогда, конечно, лучше вам заниматься именно этим. То есть, еще раз, определите для себя, что именно вам нужно, что именно вам хочется, чего вам хочется. И вот тогда, когда вы определите это, мне кажется, решение, оно придет само собой, на самом деле. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Полезен, вот, если говорить о том, что выбирать, и если говорить о широте, полноте, объеме знаний, объеме информации, объеме перспектив, что психология, конечно, лучше. Но запросы и желания, понимаете, у каждого могут быть свои. И не учитывать этого, ну, я считаю, нельзя. Поэтому то, что лучше для одного, может быть не таким хорошим для другого. То, что более широкие возможности предоставляет для одного, для другого, это просто, знаете, как, чрезмерное свободе, когда же я просто не чувствует и не видит своих границ, не осознает их. И из-за этого ему просто неприятно становится. Вы определите, с чего вы хотите, для каких целей, вот. И уже исходя из этого, можно будет выбирать профессию. Потому что не профессия определяет цель, а цель определяет профессию. Цель определяет профессию, прошу прощения, и желание. Не наоборот. А вот получается так, что вы пытаетесь определить профессию для того, чтобы понять, что делать дальше. А это вот немножко неправильно. На этом все. Еще раз надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.